всем привет я наталья а это мой канал о вязании сегодня хочу показать вам как связать вот такую подставку под горячее вязать подставку я буду крючком номер шесть и использую джутовую нить халва толщина нити l это натуральное джутовое волокно длина 100 метров вес такой вот маленькой бобинки 220 грамм толщина нити 3 миллиметра расход намного меньше моточка начнем вязать берем нить кладем вот так нить на пальцы и делаем намотку вокруг двух пальцев пять раз 1 2 3 4 и 5 снимаем получившееся кольцо с пальцев крючок в центр и вот эту рабочую нить вытягиваю на лицевую сторону и вяжем сейчас в это кольцо 18 столбиков без накида первый столбик 2 3 4 и так далее всего нужно связать 18 столбиков без накида в это кольцо связали получается вот такое кольцо находим первую петлю в ряду и вяжем соединительную петлю делаем воздушную петлю в ту же петлю в которую сделали соединение вяжем столбик без накида и в следующие 3 петли также вяжем по одному столбику без накида вяжем по одному столбику без накида и вяжем по одному столбику без накида в следующую петлю вяжем 2 столбика без накида 1 и сюда же 2 в следующую петлю вяжем 2 столбика без накида 1 1 и сюда же 2 дальше в следующие 4 петли вяжем по одному столбику без накида 1 в следующую петлю 2 в следующую петлю 3 столбик и в следующую петлю 4 столбик и вот что получается мы связали 4 столбика без накида дальше сделали прибавку из двух столбиков еще одну прибавку из двух столбиков и снова связали 4 столбика без накида то есть с одной стороны от прибавок мы добавили одну петлю и с другой стороны от прибавок мы добавили одну петлю и сейчас мы начнем вязать ряд у нас уже будет 5 столбиков без накида прибавка прибавка 5 столбиков без накида делаем воздушную петлю разворачиваем вязание и с этого ряда мы вяжем столбики без накида за заднюю стенку петли то есть вот идет косичка петли это передняя стенка это задняя стенка петли в нее заводим крючок во вторую петлю от крючка 1 2 вяжем столбик без накида 1 следующую петлю 2 следующую петлю 3 следующую петлю 4 и в следующую петлю 5 столбик без накида связали следующую петлю вяжем 2 столбика без накида делаем прибавку первый столбик и сюда же второй столбик следующую петлю также делаем прибавку 2 столбика накида 1 столбик и сюда же второй столбик в следующие 5 петель вяжем по одному столбику без накида 1 2 3 4 и 5 столбик связали этот ряд и снова добавили по 1 петле от прибавки с этой стороны и с этой стороны то есть сейчас у нас при вязании следующего ряда будет 6 столбиков дальше прибавка прибавка 6 столбиков делаем воздушную петлю и начинаем вязать следующий ряд во вторую петлю от крючка за заднюю стенку вяжем столбик без накида 1 следующую петлю 2 следующую петлю петлю 3 следующую 4 следующую 5 и в следующую петлю 6 столбик связали и дальше у нас идет прибавка из двух столбиков без накида следующую петлю вяжем 1 столбик и сюда же 2 следующую петлю мы также вяжем 2 столбика без накида 1 столбик и сюда же 2 дальше мы вяжем 6 столбиков без накида по одному столбику в каждую петлю 1 2 3 четвертый четвертый пятый и шестой столбик связали этот ряд и добавили еще по одному столбику с каждой стороны от прибавки одну здесь и одну здесь и при вязании следующего ряда у нас получится 7 петель до прибавок дальше прибавка прибавка и 7 петель после прибавок делаем воздушную петлю и вяжем следующий ряд также как и делали в предыдущих рядах во вторую петлю от крючка за заднюю стенку петли вяжем 1 столбик второй столбик третий столбик четвертый столбик пятый пятый шестой и седьмой дальше делаем прибавку из двух столбиков в одну петлю вяжем в следующую петлю первый столбик сюда же второй следующую петлю также делаем прибавку вяжем один столбик и сюда же второй и дальше в каждую из семи петель вяжем по одному столбику без накида первый второй третий четвертый пятый шестой и седьмой столбик и так снова добавили по одной петле с каждой стороны от прибавок и следующем ряду который мы должны связать получится 8 столбиков до прибавок дальше прибавка прибавка и 8 столбиков после прибавки и все последующие ряды у нас вяжутся точно так же начале ряда воздушная петля дальше каждый столбик без накида мы вяжем за заднюю стенку петли чтобы у нас получился узор в виде вот таких ребрышек и в каждом новом ряду будет добавляться по две петли то есть этот ряд мы вяжем у нас 8 петель будет до прибавок и после прибавок в следующем ряду будет 9 петель до прибавок и после них потом 10 до прибавок и после них и так далее продолжаем вязать ряды не забываем делать прибавки в две петли и считать петельки чтобы не потеряться я сейчас вижу ряд в котором 16 столбиков до прибавок и 16 столбиков после прибавок довязываю его и это последний ряд который нужно связать заканчиваем мы вязание на лицевой стороне подставки лицевая сторона это та сторона в которой мы связали с самый первый ряд с прибавками делаем воздушную петлю и нам осталось сделать обвязку этой подставки обвязывать будем полустолбиками вяжем по одному полустолбику напротив каждого ряда крючок будем заводить в петли которые находятся с самого края каждого ряда вот они эти петельки и вот так мы будем заводить крючок вяжем полустолбики по одному полустолбику напротив каждого ряда и вяжем полустолбики вот до этой центральной круглой петли дошли до центральной петли и сейчас также в каждую петлю вяжем полустолбик и вяжем мы его за заднюю стенку петли у нас здесь первая петля вяжем полустолбик следующую петлю также полустолбик и продолжаем вязать полустолбики обвязываем эту петлю дальше по этой стороне также как мы делали обвязку вот здесь по одному полустолбику напротив каждого ряда сделали обвязку по этой стороне и дальше обвязываем полустолбиками вот эти две стороны это последний ряд основной части подставки которым мы вязали на в первую петлю за обе стенки заводим крючок и вяжем полустолбик дальше следующую петлю за обе стенки петли также вяжем полустолбик и продолжаем вязать полустолбики довязывая до воздушной петли которую мы делали вот здесь вот довязываем полустолбики до конца и обрезаем нить вытягиваем нить через петлю и заводим ее в иголочку находим если вот так повернуть ту сторону которую мы самые первые обвязывали находим самую первую горизонтально лежащую петлю это у нас вот эта петелька получается вот эта воздушная петля заводим под косичку этой петли иголочку дальше возвращаем иглу в последнюю провязанную петлю в центр косички и выводим на изнаночную сторону формируем вот такое закрытие и дальше хвостик нить и прячем с изнаночной стороны под петли прячем на ту длину которую считаете необходимо для того чтобы в последствии наше вязание не распустилась под несколько петелек спрятали и хвостик нити можно обрезать подставочка готова спасибо что вязали сегодня вместе со мной и до новых встреч в новых видео